Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье у нас самих, где, как всегда, ответы на любые вопросы, с каждым днём их всё больше и больше, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрои, ритуалы для исполнения любых желаний и достижения любых, даже самых невероятных целей. Помните, что всё в ваших руках, всё в ваших мыслях, в ваших эмоциях, ну и дальше в ваших действиях. От того, что вы думаете, чувствуете и делаете сегодня, зависит ваше завтра. И контролируйте, контролируйте свои мысли, постарайтесь, по крайней мере. Сегодня Таро ночи. Давайте посмотрим, что же оно хочет нам рассказать именно на сегодня. Что же важно именно сегодня по мнению Таро ночи. Я вам рассказывала уже, что каждая колода предсказывает по-своему, каждая колода видит по-своему и чувствует по-своему. Да, вот так я отношусь к своим колодам. Может, кто-то из вас сейчас смеётся, но это мой выбор. И я, и он имеет место быть. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Ну, а я посмотрю, что же нам расскажет Таро ночи именно сегодня. Надеюсь, вы улыбнулись, надеюсь, вы похвалили. А комплимент себе сделать – это святое дело. Делайте себе комплименты почаще. Тогда, вы знаете, будет больше событий, ситуаций и людей, которые будут делать вам комплименты. Да, ситуация тоже может сделать комплимент тем, как она будет развиваться и решаться. Ну что, мои дорогие, давайте, что же нам расскажет Таро ночи сегодня? Три самых важных вещи, которые она нам расскажет. Ну и первое, что хочет рассказать Таро ночи – будьте готовы к тому, что ваше прошлое будет бегать за вами. Ну, что это значит? Это первое, да, можно сказать и про людей из прошлого. Это могут быть друзья. Для девочек это может быть бывший муж, бывший возлюбленный, бывший бойфенд. Именно в вашей жизни он появится по этой карте и будет пытаться с вами мириться и будет пытаться призывать вас к тому, чтобы вы к нему вернулись. Да, нет, выбор ваш. Просто карты решили, что вам было бы хорошо это знать. Для всех остальных, да, будут появляться, это мужчина, конечно, это, я же сказала, что это может быть просто друг и просто знакомый. Для девочек, которых, которых как бы не интересует мужчины из прошлого, имеется в виду, что таковых именно важных может и не быть. Но это кто-то, с кем вы давно не общались. И это уже для мальчиков и для девочек. И он появится в самое ближайшее время с какими-то предложениями, с какими-то разговорами, с какими-то доводами. Ну, а принимать или не принимать, это ваш выбор. Также по этой карте могу сказать, что какие-то события из прошлого будут возвращаться. Что значит возвращаться? Своего рода дежавью. И могу сказать, что для некоторых из вас, по той простой причине, что вы не отпустили свое прошлое, будет такое ощущение, что вы снова переживаете тот же самый опыт. Поэтому задумайтесь. Ну, давайте, что же еще хочет сегодня рассказать? В принципе, по этой карте говорить можно бесконечно, но я рассказала самое главное, что я увидела. Давайте же посмотрим, что еще хочет рассказать Таро ночи сегодня. И опять мужчина, и опять, но это уже знакомство. Девочки, для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки, вот тут я вижу красавца. В этой колоде очень красивые короли. И я знаю, что когда я делаю какие-то ритуалы, какие-то практики для, ну, на мужчин, я использую именно эту колоду. Вот красивее мужчин я еще и не... Ну, есть красивые мужчины в других колодах тоже короли, но в этой самые красивые. Так вот, Таро ночи хочет сказать, что на пороге у вас ожидает вас знакомство с мужчиной. Мужчина этот старше 45, у него, я вижу даже, почему-то вижу серые или голубые глаза и светлые волосы. Они могут быть и седыми, по той причине, что мужчина старше 45. Если вы старше 45, девочки, то мужчина может быть на год старше, на год младше, но не больше, скорее всего. Ну, а если вы младше 45, то однозначно мужчина будет старше вас. Мужчина очень уверен в себе, но не самоуверенный. Уверенность в себе и самоуверенность – это абсолютно две разные вещи. Это значит, что мужчина знает, чего он хочет. Он знает, каких он хочет отношений. Этот мужчина имеет уже определенный вес в обществе, определенный вес в бизнесе. Даже если у него нет своего бизнеса, я вижу, что должность, которую мужчина занимает, она, ну, можно сказать, уважаемая. Вот так я это вижу. И вот с этим мужчиной, этот мужчина, кстати, способен на подвиги, девочки. Поэтому, если все-таки вы решите строить отношения с мужчиной, кстати, будьте мудры. Этого мужчину можно привлекать легче тем, что вы будете создавать нехватку себя. Это, в принципе, прекрасно для любых мужчин, но именно для огня, именно для жезлов. Жезловые мужчины, огненные мужчины, их легче завоевывать, если вы все-таки будете стараться ускользать. При всем при том, что будьте нежны, будьте ласковы, но ускользайте. И у него вот это чувство охотника, он очень любит охотиться. Страшно любит охотиться. Его это, ну, не просто, это не только, вы уж простите, возбуждение, это возбуждение интереса в нем. Поэтому будьте мудры, и тогда он будет ваш. Ну, это уже для, именно для тех, кто в поиске или в ожидании своей второй половинки. Для всех остальных я могу сказать, что Таро ночи говорит о том, что есть в вашем окружении, или вы можете найти человека, от которого вы можете получить бесценную помощь. Человек готов помочь. И это может быть как в работе, карьере, бизнесе, финансах, личных отношениях. Кстати, таким же образом, этот мужчина может быть вашим знакомым, который предоставит вам кандидатуру для построения отношений. И таким образом, это как для мальчиков, так и для девочек. Он может быть врачом, который может помочь и поставить диагноз, и привести к выздоровлению. Он может быть работником какого-то учреждения, которое может помочь вам кредит, суда, ипотека. Таким же образом, это может быть начальник, который примет вас на работу. Поэтому карты Таро ночи хотят вам сказать, что этот человек или есть в вашем окружении, тогда он может помочь вам, как бы посредником быть, чтобы вам найти то, что вас интересует. Ну, а также вы, может быть, и встретите этого человека для решения нужных вам задач. Ну, и давайте. Что же? Третье основное хочет рассказать вам Таро ночи. А тут Таро ночи хочет вам рассказать, что грядут большие перемены в вашей жизни. и эти перемены не могут быть, не могут, вернее, эти, я попытаюсь подобрать правильные слова, простите, пожалуйста. Эти перемены зависят действительно от вас и зависят от того, как вы принимаете окружающий вас мир. Вот так я могу в слова перевести то, что я вижу. те, кто видят окружающий мир враждебным, те, кто, вот то, что я говорила по первой карте, для вас эти перемены, к сожалению, могут быть не совсем позитивными. А вот для тех, кто учится даже, я не говорю, вы знаете, я не могу ожидать, что каждый из вас будет видеть мир так, как его вижу я. и не могу ждать, что вы будете реагировать на ситуации, на людей таким же образом, как делаю это я. Вот по одной, одна из главных причин, что мы все разные, даже люди проработанные, даже люди, вот, которые, мои коллеги, люди, которые тоже занимаются саморазвитием, все равно восприятие мира у нас у каждого свое. Но наш посыл, наш настрой притягивает к нам то, что мы посылаем и то, на что мы настраиваемся, то, что мы излучаем. И эта карта говорит, что у вас есть бесконечное, бесконечное количество возможностей для прекрасных изменений. Это мир. А если говорить, есть в английском языке выражение, которое я очень часто перевожу на русский язык. Sky is the limit. Ограничивать может только небо. хотя в принципе если туда попасть, те, кто летает на самолете, знают, что и там нет предела, что предела в этой жизни нет. Только вы сами устанавливаете себе свой предел и свои ограничения. И Тару Ночи хочет вам сказать убирайте эти ограничения, потому что от этого может зависеть, что же произойдет с вами завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока!